как твоя карьера постепенно загибается аудитория ясно дело упадет не будет уже тех подписок которые были мая неивно с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала дэдпи 47 называется видос конец youtube что дальше давайте же посмотрим что думают блогеры насчет заметение ютуба сави знаете где давайте посмотрим здорово геймеры с вами я считаю что трагедии нет да это ударит немножечко по большим блогерам немножечко по маленьким очень сильно мне кажется это вот маленьких блогеров больше очень больших на самом-то деле ну и но но new blogging для русскоязычной аудитории он пропадет то есть новых блогеров будет снять все меньше и меньше по понятным причинам признаюсь честно я очень хотел сделать я не пропаду я буду на ютубе ребят в пенчике готовки серьезно как вы видите название этого видоса и ситуация которые уже знают практически все в скором времени нас ожидают огромные изменения касательно ютуба а именно то что многие из вас возможно не смогут его смотреть и знаете по чистому совпадению именно сейчас у меня набралось около 400 тысяч подписчиков и были ну не может смотреть и знаете что я сразу хочу сказать вот существует же китай в котором есть firewall да ну то есть его же обходят как-то люди пользоваться страной ютубом и остальными сервисами просто ребят ну поймите что в текущих реалиях и не придется покупать тот же vpn найти какой-то хороший платный vpn да допустим или найти какие-то бесплатные возможные способы а вообще ребята есть куча способов создать свой vpn типа многие вот я хочу купить можно купить vps можно купить vps машину где-то удаленную в германии и на нее перекидывать все ну то есть всю нагрузку интернет с большим геобитным каналом и так далее и все вы просто вас свой vpn который нельзя заблокировать потому что никто не знает что это vpn вы просто купили виртуальную машину где-то там и пользуйтесь и вот я говорю ребята пользуйтесь найдите видео как создать свои свой vpn как через виртуальную машину сделать своего vpn и тогда вас ничего больше не затронет я люблю ну это это сами не так тяжело разобраться можно это полезно по полезные навыки получите вместо того чтобы праздновать я думаю о том что ну скорее а так есть губай дипя и и так далее на телефоне байдипя я знаю такой знаете ну не самая маленькая ведерко я думаю что рассказывать о конкретных вещах и высказываниях уже нет особого смысла потому что во первых все вы уже их знаете а во вторых люди которые как правило делятся этой информацией переобуваются буквально через несколько дней все что я знаю это то что мне говорят друзья зрители из россии и действительно youtube постепенно замедляются у кого-то он моментами работает моментами не работает все зависит от вашего провайдера и того что этот провайдер делает но все же можем вывести из всего этого то что в сторону ютуба осуществляются определенные действия которые призваны ухудшить ваш опыт пользования площадкой либо полностью вам его отрезать и в общем в этом видео которое вы можете поставить на фон я хотел бы обсудить темы того каков мой план относительно дальнейших действий если youtube внезапно просто заблокирует в россии что в принципе youtube значил для меня и многих людей моего возраста на протяжении вот этих был youtube до сих пор тебя всех значит ну блин многое на ютубе много чего блин это же не только развлекательный контент это и образовательный контент том числе почему блокируют youtube за какой-то ну я как понимаю там его блокируют а замерять из-за чего там из-за того что шамана заблокировали чего-то типа из-за такого типа реально вот из-за этого ну ладно долгих 15 лет я обидел себя заблокировал я не собираюсь говорить о том что там куча обзоров на технику и прочее тоже само собой разумеется об этом уже все сказали но я имею ввиду скорее с точки зрения контент креатора которым все так или иначе периодически хотели бы стать я понимаю что для многих это весьма печальные темы но мне кажется что стоит их обсудить вместо я считаю что ребята просто сразу скажу что даже если вы хотите стать теперь новым контент креатором ориентируйтесь не на аудиторию нерусскоязычную ориентируйтесь просто на аудиторию англоязычную на самом деле я считаю что там очень неплохо работы свои рекомендации прочее там действительно можно стать даже чуть-чуть популярным понимаете там 10 тысяч подписчиков ты уже можешь себя кормить ну типа там уже нормально будет денег приходить потому что просмотры там совершенно другие деньги приносят то есть там даже без рекламы вы будете неплохо себя чувствовать поэтому задумайтесь англоязычный тут чтобы грустить по поводу всей этой истории да надо подучить английский но полезно вы пример всегда захожу в какую-нибудь годную игру или готовлюсь к полезной рассети и сейчас как раз такая появилась на горизонте гранд сага и на автор покушать одобряем одобряем вот этот автор тоже покушать и поиграть его в демку и добавить игру желаемое будет очень приятно привет как вы знаете или не знаете у меня выходит моя игра есть на нее уже ссылочка в описании на ее страничку стиме я был бы очень благодарен прям невероятно благодарен если вы просто добавили бы игру в список желаемого сейчас мне очень важно это невероятно важно что вы просто перешли на страницу в описании добавили в желаемое даже если у вас нету аккаунта стиме пожалуйста создайте его это после бесплатно очень быстро делается и добавьте игру список желаемого это очень поможет и даже антимайни одобряет ваше решение и антимайни и я Одобряю ваше решение. О каком решении мы говорим? Окей, во-первых, замедление почувствовали уже многие. Сначала на компьютерах, затем и на телефонах. И есть предупреждение от того же Билайна, что действительно YouTube будет постепенно ухудшаться. Было очень много спекуляций насчет того, почему это происходит. Наверное, оборудование Гугла там за буквально один день как-то сломалось. Но я думаю, что все уже очевидно, почему все это происходит. Потому что одновременно... До сих пор в это верят. До сих пор некоторые писали мне в комментариях. Это вообще-то YouTube блокирует Россию. Блин, YouTube такой плохой, надо писать YouTube, что он плохой. Ребята, нет, тут как бы просто власти великолепные. Но это, короче, власти решили сами себя в ногу стрельнуть. Санкции сами на себя вести. Ну, а еще нет, санкции на самих себя вполне себе неплохо. То есть, ну, вот так. Ну, они там плачут, что у них санкций много. А теперь хотят еще санкции вести на себя. Ну, вопросы, видите, не к YouTube. Вопросы уже, видите, вообще не к YouTube. Вы вообще смотрели YouTube без рекламы даже. Понимаете, у вас был премиум режим. Для людей, которые просто пользовались YouTube, он вообще-то плюс был огромный. А вот так вот, видите? Наоборот, санкции вели сами же власти. Именно с этим появились очень интересные законы. Законы, которые практически готовят русскоязычный YouTube просто к аннигиляции. А именно закон о том, что теперь каждый, кто имеет YouTube-канал на 10 и более тысяч подписчиков, обязан предоставлять личные данные в соответствующие инстанции. И это, ну, практически убивает анонимность каналов, вроде моего друга Келия, например. Окей, это странно. И как бы, да, можно сказать, но ты же предоставляешь личные данные в соответствующую инстанцию, а не на публику. Но, зная количество сливов и насколько легко достать личную информацию. Там эти сливы каждый день происходят, я просто не понимаю, ну, я не, хотя ладно, я понял зачем, что я туплю. Это же из-за чего все началось, из-за вот этих всяких каналов, ну. А вдруг ты оппозиционер и думаешь, что-то плохо о власти, все в тюрьму. В интернете меня терзают определенные сомнения, если честно. И касательно Телеграма я бы еще мог это понять, потому что там есть действительно довольно жуткие каналы, и у Телеги с модерацией есть большие проблемы. Там модерации практически нет в Телеграме. А если там появляется действительно что-то опасное, как правило, это банится, и, типа, у них своя модерация весьма неплохая. Ну, тебе хорошая модерация. Но я примерно подозреваю... Ну, да, чересчур хорошая, на данный момент, конечно, то, что не надо, но ладно. Чем все это нужно в контексте нынешней политической ситуации, так что давайте просто опустим этот момент. Второй момент, это запрет на рекламу в заблокированных соцсетях. Ютуб пока что не заблокирован, но как удачно, что это произошло примерно во время появления новостей, о том, что Ютуб начинают замедлять и потенциально могут заблокировать в октябре. Нет, серьезно, все эти штуки появились буквально в течение суток, что довольно... Ну, вот это скажется на больших блогерах, вот это, наверное, больше всего скажется, то, что рекламу нельзя будет кидать. Ребята, если что, я на Ютубе остаюсь, я никуда выходить не собираюсь, никакие ваши вот эти пупупы и прочие платформы, что там у вас существует, я не знаю. Во-первых, а, я не буду работать с русскоязычными компаниями, я потом уже сто раз говорил. Все-таки, я украинец. Вы знаете мою позицию, я немного раз говорил. То, что я говорю на русском, это не значит, что я поддерживаю Россию, вот именно государство России. То, что я отношусь хорошо к мирным людям, это не значит, что я хорошо отношусь к военным. Понимаете? Ну, вы должны понимать эту точку зрения, вот такая она. То есть, я нормально отношусь к мирному населению. И я баню всех, кто там, всяких зетников и прочего, тоже понимаете почему. Если будете писать об этом, ну, опять же, писать, что я не прав, вообще, вы нас освобождаете, и вы тоже будете забанены. Ну, сразу предупреждаю, да, вот такая у меня свобода воли, ее нет. Ладно, она есть, просто зачем мне неадекватно на канале? И что вы тут забыли? Потешно, если честно. Ну, и не будем забывать о том, что поступательно в течение последних лет блокировались сервисы, которые теперь даже рекламировать нельзя. И, соответственно, если и когда... Ну, они до сих пор же работают в России, но даже если вы на нем останетесь, то вы не сможете даже рекламу там размещать, потому что это будет запрещено. Если взять это все с совокупности и посмотреть на общую картину, то становится понятно, что в ближайшем будущем, с большой вероятностью, такая профессия, как ютубера в ру-сегменте, может просто умереть. Но не все так однозначно, и, возможно, в этом даже есть что-то хорошее. Хотя, на самом деле, его не очень много. Что хорошее? Я расскажу свою точку зрения. Ютуб, прежде всего, это невероятно. Люди будут смотреть через ОПН и будут смотреть рекламу. У-у-у, монетизация. Хотя это не так, не будет работать. Не будет работать. Который существует 10 с лишним лет, и который делает эту платформу самой успешной в мире. Алгоритм это бог и дьявол Ютуба. Благодаря нему вы, в принципе, знаете о моем существовании. О существовании кучи других личностей, которые кажутся неотъемлемой частью медиапространства. Алгоритм дает шанс каждому. Его можно пытаться использовать. И в итоге он приводит некоторых, не очень большое число, но все-таки к славе и каким-то деньгам. Без алгоритма Ютуба, если ты в нем не присутствуешь, то в поп-культуре и в медиапространстве ты буквально просто исчезаешь. И из того, что я видел от некоторых блогеров, которые были забанены на Ютубе, они чувствовали это больше, чем кто-либо другой. Даже если у тебя есть огромная аудитория, она не будет увеличиваться, новые люди не будут тебя находить и ты будешь чувствовать, как твоя карьера постепенно загибается. Аудитория, ясное дело, упадет, не будет уже тех подписок, которые были, также пропадет часть аудитории, которая уже была на тебя подписана, потому что, опять же, не все будут разбираться с ВПНами. Это 100%, но я думаю, что большая часть людей, особенно учитывая, что у меня молодое покорение меня смотрит, то есть, в основном, это подростки, дети, ну, максимум, там, 18 плюс-минус, да, 18 лет плюс-минус, вот так вот. То есть, у меня не смотрят, там, 30+, что они там были на моем канале. И они довольно умные, то есть, дети, потому что они найдут способы обхода, чтобы посмотреть Ютубчик и прочее, прочее, прочее. Они найдут, как там, ВПНчик поставить себе, Goodbye, Deepa и прочее, прочее. Я вас верю, ребята, у вас все получится. Я, опять же, всем нормальным, адекватным людям, я желаю только хорошего. Вы должны это понимать. Ничего плохого я никому не желаю. Вы можете, может, вы услышали какой-то подтекст у меня тут, но его никакого подтекста нет. Я все говорю всегда прямо линейно и честно. Поэтому, если вы адекватный человек, надеюсь, все у вас будет хорошо, где бы вы ни родились. Это правда. Это изначальная цель Ютуба. Ютуб – это мечта. Мы не выбираем, где родиться, да, ребят? Ты, Туба, то есть ты, как бы, вместо телевизора. Это площадка, на которой шанс есть у каждого. И создав свой маленький канал, в какой-то момент ты можешь действительно вырасти во что-то, что, во-первых, позволит тебе неплохо зарабатывать, а, во-вторых, творчески развиваться. Ютуб уже где-то лет 10 назад перестал быть какой-то локальной штукой. Все смотрят Ютуб, все как-то с ним взаимодействуют и получают из него информацию. И хоть это заезженная фраза, но скажу ее еще раз. Ютуб заменить невозможно. Ну да, да, это слишком огромная платформа. Теперь мы могли перейти к ним. И знаете... Опять же, как можно заменить Ютуб, если Ютуб – это не только РУ-сегмент, это огромный сегмент всех остальных языков и так далее. Опять же, англоязычный сегмент, он очень важен. Чем он важен? Во-первых, многие вдохновляются англоязычным сегментом. Это нормально, в этом ничего, пожалуйста, не вижу. Это нормально. Во-вторых, в нем очень много всяких гайдов, учебных материалов, обзоров. Также есть какие-то решения проблем. Допустим, у тебя какая-то там проблема с компьютером, ты написал, и ты можешь хотя бы на английском найти решение проблемы. Разборка всяких интересных штук. Например, купил ты себе ноутбук, пишешь название ноутбука, там дисассемблей, и смотришь, как его разбирают, чтобы там можно термопасту поменять. То есть слишком всего много. Рецептики и прочее, об этом уже даже говорить не надо. Все и так все понимают. Очень много всего контента. Потому что руссегмент, он маленький. Объективно он маленький, потому что русскоязычных людей явно намного меньше, чем всех остальных вместе взятых. А получается, если изолируется руссегмент, а он изолируется не весь, потому что, опять же, руссегмент — это не только Россия. Многие забывают, что это Украина, это Беларусь. Ну, опять же, часть Украины, ясное дело, не все говорят на русском. Украина, Беларусь, Казахстан, некоторые страны Европы тоже до сих пор есть. Часть населения, которые говорят на русском или знают русский язык. Во-первых, у меня знакомый из Латвии, он знает русский, и мы с ним общаемся, и он смотрит YouTube на русском. Также есть те, кто велоканты, переехали в другие страны, беженцы, которые также переехали в другие страны, те, которые уже давным-давно ассимилировали в другие страны, кто все равно знает русский язык, или те, кто даже изучает русский язык. Понимаете, почему-то многие придираются ко мне, типа, вот ты говоришь на русском, значит, ты, наверное, поддерживаешь, но это так не работает. Русский язык — это просто инструмент доноса информации какого-то. То есть я просто хочу доносить вас информацию, и я уже вел его, этот канал, на этом языке. Переключаться полностью на другой язык — это потеря аудитории не только с России, многие этого не понимают, а и другой аудитории, которая привыкла и которая удобна именно на этом языке. Тем более я говорю на этом языке большую часть своей жизни. И мне он комфортный, да, я могу говорить на украинском языке. Я могу говорить на мове, але мне изручнейший совершенно русский. Вот так вот. Поэтому, ребята, просто я хочу донести в это видео уже свою позицию до конца, потому что, опять же, ко мне начинают появляться какие-то вопросы, там появляются какие-то нюансы, почему-то многие начинают думать, что чуть ли там не поддерживаю оккупацию нашей страны. Вообще бред, где я о таком говорил. Хватит приплетать мне то, чего нет, пожалуйста. Хватит додумывать и хватит кидать фейки. Потому что с фейков насчет меня довольно много начинают гулять. Мне это вообще не нравится. Это вообще... Вы просто люди начинают кидать фейки, за которые могут посадить. Извините, но это все фейки и все бред сумасшедшего, которые вы кидаете. Эти условия были... Без доказательств абсолютно никаких. Окей, мне предложили... Это, видите, накипело. Я в этом... Это одно видео, которое выделилось. В принципе, оно и так около политичное, можно сказать, сама тема. Потому что блокировка Ютуба, понятно, из-за чего произошла. Мы уже сказали об этом. Поэтому я тут также вкину свою тему, которая у меня накипела. И там есть условия, что... Может быть, заодно отсею часть, опять же, сомнительной аудитории. Я буду получать один преролл в месяц. Так, секундочку, давайте теперь переслушаем, потому что я прослушал. Идти к ним, и знаете... Вот так. Невозможно. Окей, недавно мне написали ВКонтакте, предложили перейти к ним. И знаете, эти условия были просто смешными, если честно. Окей, мне предложили это сделать, и там есть условия, что в месяц будут продвигаться шесть моих роликов, и что я буду получать один преролл в месяц. То есть получается система рекомендаций чисто, блин, по этим... По спискам, и не пойму. Просто классно. Да мне это системы рекомендаций, я понял. Все это сфиксированные... А, один преролл? Не, это сильно. Сильно. Это буквально продвижение в рекомендации и оплата интеграции по карточкам. Спасибо большое. По талонам, чисто по талонам. Окей, мне это предложили, потому что я уже ютубер со сформированной аудиторией. Знаете, что самое дурацкое? Даже мне, по-моему, писали. Я не понимаю, почему они пишут. Я... Самое главное, что они пишут, типа, мы предлагаем вам прийти на платформу Яндекс, Зен вроде писали, потом кто писал еще, Рутуб, это вообще смешно, и писали тоже ВКонтакте. То есть были сообщения на почте. Я, конечно, сразу... Простите, типа, ребят, я с Украины, и ваша платформа совершенно неинтересна. Они сразу приставали. Мне писать. Но суть в том, что там такие условия смешные. А второе, простите, на Рутубе существует канал, который перезаливает мои видосы без какого-либо разрешения, и мне это жутко раздражает и бесит. Я как понимаю, это не только на Рутубе происходит. Извините, понимаете, я ничего не могу с этим сделать, потому что это вообще не то правовое поле, в которое я смогу в итоге влезть. Вот так вот. То есть вот настолько там плевать, что там как и работает. То есть вот просто там люди перезаливают видосы, подписаны моим именем. Понимаете, там мне написано Майни перезаливы. Там просто написано Майни, будто бы это я заливаю видосы, такое же описание роликов, бревюшечки, все. Блин, гнидос полнейшее отвратительное. И они хотят, чтобы я перешел на их платформу. Поэтому, ребята, я есть только на платформах, которые указаны у меня на Ютуб канале. Я не существую на Рутубе. То какие-то фейки, перезаливы, которые просто зарабатывают деньги, наверное, на мне и так далее. Не верьте этому. Я есть только в Телеграме, я есть только на Ютубе. То есть у меня вот две платформы, я есть в Стиме, у меня есть там своя страница и мои игры. Также у меня появился Дискорд тоже разработчика, я его когда-то выкину тоже на Ютубе, закину видос про это. Все, меня больше нигде нет. Я больше нигде не нахожусь. Все остальные вещи, это фигня полнейшая, которых у меня нет. Поэтому, если я где-то не сказал, что вот, ребята, у меня появился новый сервис, вот я нахожусь вот тут, то окей, значит, он появился. Но пока новых сервисов я не начал использовать. И вряд ли начну. А что насчет людей, которые начинают с нуля? И тут мы понимаем то, что за исключением привилегированного меньшинства, это всякие там ТНТшники, комедианты, которых знанили за большие бабки, чтобы они перешли на ВКонтакте, и блогеров среднего порядка, вроде меня, которым дают условия перехода, которые будут, ну, немного более мягкими. Все остальные будут прозябать над ней. Никаким образом не смогут выигрываться на главную страницу. То есть новых блогеров не будет, все. И знаете, Ютуб полон действительно талантливых авторов, которые годами шли к тому, чтобы набрать с себя аудиторию, начать зарабатывать, поддерживать себя, там, снимать квартиру. Ну, в строй, я поспою. Ладно, ладно. Родители, в том числе, они мечтали быть такими же, как топовые ютуберы их эпохи. И вот они наконец-то добились чего-то, они стали самостоятельны, у них есть мечты на будущее, у них действительно уникальный, крутой контент. И тут им все обрезают, потому что шамана забанили. И больше всего меня напрягает, что за это топят многие люди, которые раньше были ютуберами, добились всего, что у них есть, благодаря алгоритмам Ютуба. И теперь они обрезают новичкам право на будущее, потому что, ну, обидно, что вот... Потому что монополизация, они хотят просто монополизировать свой сегмент, да и все. А Ютубе забанили, ну тогда пусть ни у кого не будет... Ну, только потом они пусть не удивляются, что со временем они никому не будут нужны даже в том же ВКонтакте, потому что найдут другого влогера, который провластный и так далее, и будут продвигать его, а того уже талончики закончатся. Бэ. Я считаю, что это переполнено... Там еще и, блин, на Ютубе, я просто, мне кидают всякие новости про ВКонтакте, мне также, ну, в таком есть, которые с России расскажут, что там происходит. Там просто накручивать просмотры, это смешно. Там какой-то ролик у блогера, который на Ютубе собирает до миллиона, ВКонтакте, ну, собирает 2-3 миллиона, блин, просмотров. Зато тысяча лайков и 200 комментариев, блин. Я думаю, да, по-любому, настоящие просмотры. Какой-то завистью, в том числе и ненавистью, но... Там даже накручивают, просто. Если Ютуб это все-таки платформа для авторов, то ВК-видео, как единственная альтернатива, которая, в принципе, хотя бы немного работает, сразу же пихает вам политику, передачи с телевидения и блогеров, которые продались ВКонтакте. Соответственно, о какой-то честной конкуренции среди видеоблогеров и том, что видеоблогер мог бы подняться с нуля, благодаря каким-то алгоритмам, речи уже совершенно не идет. Поэтому, если Ютуб все-таки заблокирует, к чему, судя по всему, все идет, и теперь все серьезнее, чем раньше, то о начинании какой-то карьеры видеоблогера можно просто забыть, гэс, то есть это уже просто неизбыточная штука. Я не уверен, что те, кто... Только англоязычные, ребята. Ну, советую реально подучить тогда английский. Даже я задумываюсь в том, чтобы вести свой канал по разработке игр на английском. Успешные сейчас на Ютубе, в принципе, выживут, учитывая, насколько большой процент аудитории из России. И что ВКонтакте смилостивится над ними и даст им какое-то место в своих рекомендациях. Но даже так аудитория будет очень сильно сегментирована. Кто-то все-таки будет пробиваться на Ютуб, кто-то смотрит из-за границы, кто-то решит смотреть ВКонтакте. И, соответственно, все это ведет к большому разделению русскоязычного интернет-пространства. И я это не очень поддерживаю, потому что русскоязычное интернет-пространство в принципе не очень большое само по себе. Да, 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 то, что я говорил. Относит, допустим, того же англо-сегмента. Так еще и теперь без клея, который связывает все интернет-пространство под названием Ютуб, интернет в русскоязычном пространстве будет скорее выглядеть как пустошь из Фоллаута или Безумного Макса. Если люди не будут объединены алгоритмами, то все мы просто будем сидеть в своих анклавах, то есть в Телеграм-каналах, откуда люди будут получать информацию о том, что вышло там видео на Ютубе, например. И да, кстати, пользуясь случаем, если вам нравится мой контент, интересно, что я выпускаю, я все равно буду оставаться на Ютубе, так что переходите по ссылке в описании в Телеграм и также QR-код на экране. Окей, что касается денег, если заблокируют Ютуб, то, соответственно, по новому закону русские компании не смогут там рекламироваться. Но так или иначе можно будет как-то выжить, потому что остаются все те же магазины с ключами, которые давно уже зарегистрированы там и в Лондоне, и в других странах. Да, да, сейчас даже большинство компаний берут и переносят свои просто места регистрации в другие страны. Ой, господи, я немножко оговорился, ну, неважно, вы поняли, что, например, даже тот же, я знаю, уже оказывается, даже бусти, у них основная, типа, точка, это Нидерланд. Вроде бы Нидерланд, если я не ошибаюсь. То есть, понимаете, то есть большинство компаний уже ищут обходные пути и пытаются как-то больше заработать деньги в других регионах. Да, платить они будут меньше, потому что в итоге станет сильно меньше, но на какие-то копейки можно рассчитывать. Другой вопрос, это как зарабатывать в ВКонтакте, потому что монетизация, там, ну, буквально, короче, ее не существует, учитывая на сколько, там, это просто нищие копейки. А если там действительно ВКонтакте вам с барского плеча будет давать одну интеграцию в месяц по фиксированной цене, то лучше, конечно, найти нормальную работу, чем продолжать заниматься подобным. Такое ощущение, что если для Ютуба вы как партнер, который работает, там, обеспечивает рекламу, пусть и для тех, кто смотрит из-за рубежа, то ВКонтакте, типа, вам услугу делает, потому что, ладно, окей, вот вам интеграция. Один перо в месяц наслаждайся. Короче, для себя я решил, что пора начинать откладывать деньги на черный день. Блин, давно была пора ДТП откладывать деньги на черный день. На самом деле, реально, давно пора, потому что эти черные дни уже в последнее время участились. И, кстати, давайте заценим, как ВКонтакте действуют нынешние ситуации. Ой, как это мило. Полностью подконтрольный ВКонтакте шутит над замедляемым Ютубом, что он медленный. А как насчет почему Ютуб медленный стал? И, наверное, сам Ютуб начал медленно грузиться, да? Наверное, вот он сам по себе начал грузиться. А не его... Ну, это просто... Это... Это гвизиотизм просто невероятный. Нет, в отличие от ВКонтакте, где она просто омерзительная. Знаете, это что-то на уровне того, что вот у вас есть два бегуна, и один намного быстрее другого уже подбегает к финишу, и ему просто простреливают колени и хвастаются этим, типа, ха-ха, смотрите, он не пришел к финишу, лол. Кайф. Кайф. Сервера Ютуба устаревают, а не сибор продвигает точку зрения, так уже там даже признают, судя по всему, что там, типа, замедление 40, 70%, просто что-то такое. Сервера Ютуба устаревают, скорость падает. Потеря доходов. Как поведение Ютуб лишает блогеров денег от рекламы? Серые схемы, из-за чего Ютуб может замедлиться на 70%. Поведение Ютуб? А какое поведение Ютуб? Ютуб нормально себя повел по факту, да и все. Все равно Ютуб сам виноват в падении скорости. Что не так с Ютуб? Скорость видеохостинга упадет на 70%. Кто замедляет Ютуб? Как санкции США привели к снижению скорости видеохостинга? Необходимая защита. Блогеры высказались о замедлении Ютуба. Против себя самих. США вынудили Google. Против себя самих, это, кстати, очень подходит. Только там должны были писать, сама Россия блокирует Ютуб против России. Видеохостинг душит наших артистов. А тем, в этой логике все довольно странно, потому что говорят, что это все делается для того, чтобы это было на зло Гуглу, который что-то там не исполняет, но по факту с Гуглу пофиг, они давно уже рекламу не показывают и не зарабатывают с России. В 100% случаях пострадают зрители и сами ютуберы. На самом деле не все так плохо, дорогие друзья. Конечно, можно сокрушаться насчет этого, но я считаю, что лучше строить планы на самый худший сценарий. Из-за того, что я ужасно отвратительный либерал-русофоб, у меня собралось где-то 40% аудитории вне России, но я подозреваю в лучшем сценарии 20-30% будут какими-то обходными путями продолжать. Да, сквозь так она и будет. Я думаю, до 50% максимум это максимум будет. Но опять же, мы рассчитываем на то, что аудитория ОДТП, что у меня она молодая, то есть она довольно продвинутая в этом плане, она не зашорена еще. Господи, это Call of Duty с сэллшейдингом, а что тут с карты с сэллшейдингом? Будто бы Бродерланд какой-то. Ладно. Отвекся, извините, просто удивился. В итоге все нормально, я думаю, будут смотреть люди все равно. Да, не такое большое количество, но меня тоже смотрят, получается, практически 40% с других стран. Это и Украина, и Германия, и Польша, и Америка, в том числе. Америка. И другие страны меня смотрят. Ребята, всем привет, вы с других стран. Господи, я вас обожаю, вы лучше. Просто монетизациями приносите, вы меня кормите. По факту, вы сейчас единственный меня кормите, потому что у меня особо других источников дохода особо и нет. И поэтому все будет нормально. Я думаю, все будет нормально. Да, уменьшится количество просмотров. Да, немножко поставляется из этого рекомендации. Система рекомендаций немножко будет сломанная. Но, я думаю, все нормально. Какое-то время еще будем жить. И, соответственно, в условиях потенциальной. Надо будет адаптироваться, адаптироваться. Снизится и многие просто уйдут вконтакте, разочаруются и просто пересаживают видео. Я был на ютубе до конца, ребят. Многие уйдут из-за отсутствия денег и рекламы, которую можно за нее получать. И можно сказать, что русскоязычный ютуб вернется к своему первозданному состоянию года так 12-13 и лишится какой-либо коммерциализации. Ну, а что касается рекламы, я думаю, что место не будет пустовать слишком долго. И появится реклама, которая нацелена скорее на релокантов. И всякие там языковые курсы для тех, кто хочет этими релокантами стать и прочее. Так или иначе, ростки найдут свой путь через асфальт и хоть заработок будет уже не тем, что раньше, но все равно весьма неплохим. Он уже не то, что раньше. Он уже уменьшился по сравнению с тем, что было до войны. Сейчас опять уменьшится. У кого-то да, у кого-то нет. Например, мне... Я думаю, по мне это не сильно ударит, потому что, опять же, я не беру интеграции. Типа... Какие-то левые, да, то есть там не рекламируют какие-то проекты русскоязычные. Ну, я думаю, что уже можно сказать, что со всеми этими ограничениями, потенциальными угрозами... Одевая в России, которые... То есть там... Как видите, у меня нет интеграции даже тех же Геншинов, СЗЗ и так далее. У меня только свои проекты внутренние, которые как бы они останутся проблемами. А существует... Моя игра, она же будет будет считать. Удобного, быстрого, такого классного и родного Ютуба уже скоро можно будет забыть. Но знаете, на самом деле грустить особо не получается. В принципе, все мы как Ютуберы, я думаю, что были готовы к этому. Я думаю, что то, что его не заблокировали там году в 22-м, в принципе, было достаточно большим подарком, потому что за последние два года я вырос там с 60 тысяч подписчиков до 400 тысяч подписчиков, что является огромным, наверное, самым важным достижением в моей жизни. Я познакомился с кучей прекрасных людей на Ютубе. Это круто. Как он подвел, знаете, вы такие хорошие такие «Денег дай, денег!» Правильно. Много интересных конфликтов, много прикольных разоблачений. Выхода игр, тем для обсуждения, столько стримов, столько видосов. И мне не хотелось бы, чтобы все это заканчивалось, в том числе потому, что вы очень неплохо составили мне компанию за это время моих путешествий по миру, и вы неплохо так спасали меня от одиночества. И когда столько людей говорят мне, что вот там посмотрели какой-то видос про худших стримеров или ту же серию про Metal Gear, и это позволило им как-то скрасить вечер, или, допустим, они смотрят стримы, это как-то позволяет им развеяться. Все это действительно делает меня довольно сильно счастливым. В общем, что я могу сказать? Надеюсь, что мы когда-нибудь дойдем до миллиона, но я думаю, что мир будет уже очень сильно другим, когда это произойдет. Ну а чтобы не терять это прекрасное геймерское комьюнити, обязательно не забудьте, скорее всего, лучше прямо сейчас перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране и вступить в наш Телеграм. Я не знаю, как оно все сложится, но как заслуженный клоун интернета, я продолжу радовать вас с рофлами и вафлами, ну и, конечно же, качественным контентом. Так что не грустим и двигаемся дальше, дорогие друзья, эта поездка еще не закончилась. Да и не закончится, все будет нормально, ребята, все будет нормально. Так что, ребята, ссылочка на оригинал в описании, верите подписываться на ДТП. Также не расстраивайтесь, просто ищите способы решения проблемы, она решаема, проблема решаема, просто, ну да, нужно будет, может, чуть финансово в это выделить в сторону. Это сейчас не настолько дорого, как кажется, на самом-то деле. Может быть, найти бесплатный способ, их тоже хватает. ВПС сделать свой виртуальный сервер, подключить, и так далее. Все, будет окей. Всех любую, все целую, не расстраивайтесь. Телеграмм в описании, друг чего, на всякий случай. Так, пока.